Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Прямая линия». Ее постоянные участники – депутаты Витебского областного совета депутатов 27-го созыва. И сейчас я с удовольствием представляю свою сегодняшнюю собеседницу. Итак, знакомьтесь. Светлана Владимировна Одинцова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Государственного учреждения здравоохранения Полоцкая центральная городская больница, заведующая Полоцкой центральной городской поликлиникой. И по традиции начнем мы нашу программу с краткого представления нашей сегодняшней гости. Смотрим. Светлана Владимировна Одинцова родилась 8 ноября 1964 года в Полоцком районе Витебской области. После окончания школы поступила в Полоцкое медицинское училище, затем в Витебский медицинский институт, который окончила в 1992 году. В 1994 окончила клиническую ординатуру по хирургии Витебского государственного медицинского института. В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию. С 1995 года врач-хирург по оказанию экстренной помощи хирургического отделения Полоцкой центральной городской больницы и до 1998 года заведующий хирургическим отделением Полоцкой городской поликлиники. Затем назначена заместителем главного врача по лечебной работе Полоцкой городской поликлиники. С 2001 по 2005 год главный врач Полоцкой городской поликлиники. С 2008 года и по настоящее время заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Государственного учреждения здравоохранения Полоцкая центральная городская больница. Заведующая Полоцкой центральной городской поликлиникой. Дважды избиралась депутатом Полоцкого городского совета депутатов. В 2014 году в третий раз стала депутатом Витебского областного совета депутатов. Была делегатом 2, 3, 4 и 5 Всебелорусского народного собрания. Уважаемые телезрители, задать вопрос участнице нашей сегодняшней программы вы можете по электронной почте, ее адрес вопрос собаковы.тв.бай или по телефону 428368. Код города Полоцка 80214. Звоните, пишите, спрашивайте. Ваши обращения не останутся без внимания. Ну а мы начнем нашу программу. И начать я хочу с небольшого дополнения к той информации, которая прозвучала в визитной карточке нашей гости. Итак, в 2008 году Светлане Владимировне было присвоено звание Женщина года. В 2009 почетное звание Человек года Витебщины. В 2014 удостоено звание Отличник здравоохранения. За высокое служение Делу духовного возрождения Отечества Общественным советом по нравственности Республики Беларусь в 2014 награждена медалью за заслуги. В 2015 награждена диплома управления здравоохранения Витебского областного исполнительного комитета и областной организации профсоюза работников здравоохранения. За победу в областном смотре и конкурсе «Лучшая городская поликлиника». В 2015 занесена на доску почета организации Полоцкого района по итогам работы за 2014 год. Вот. Внушительный список заслуг. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Здравствуйте. Очень хочется спросить, ну как вы все успеваете? С учетом того, что вы все-таки работник сферы здравоохранения, это уже сама по себе огромная нагрузка. Вы работаете с людьми, плюс к этому вы депутат, причем еще и областного и городского совета депутатов. И плюс еще вы делегат Всебелорусского народного собрания. Вот как вы находите время? Как вы все успеваете? Как вы определяете, где место, время для работы, где для вот такой общественной работы? Самое главное – четко распланировать день. Основная работа – основной работа, а после работы – общественные вопросы. И в нашей профессии общественная работа очень тяжело найти грань различия, потому что это сливается. Сегодня, придя пациент к нам, он говорит о своей боли, о своих проблемах. И когда ему лучше, он начинает делиться, как он живет, какие у него есть вопросы. И здесь уже работает, конечно, депутатская деятельность. Без внимания к этим вопросам обратно нельзя. То есть, отрывается от производства, что называется. А скажите, вот все-таки третий срок. Вы каждый раз избираете в одном и том же округе? В разном. В городской совет в одном округе, в областной совет разный. В начале был Лазовско-Громовской. Это в основном все-таки частный секта. А на сегодняшний созыв – это центральная часть и центральный округ. Города Полоска. Хорошо. Вот всегда определяет, наверное, характер и приоритеты человека, который об этом говорит. Как депутат, какие вы ставили перед собой задачи? Вообще, какие обещания вы давали своим избирателям? Самое главное – слышать человека, своего избирателя. И с его задачами пройти по своему депутатскому сроку. То есть, каких-то глобальных таких… А глобальных для здравоохранения, конечно, коллектив возлагал надежды, как и население, это дальнейшее развитие здравоохранения. Объекты первого решения кадровых вопросов и развития в целом здравоохранения, как материально-технической базы, так и расширение социальных услуг. То есть, тема здравоохранения – это тоже как бы приоритетно с учетом вашей профессии. Вы знаете, все-таки третий депутатский срок – это еще говорит о том, что вам люди доверяют, а раз доверяют, значит, вы справились с теми задачами или либо выполнили те обещания, которые давали своим избирателям. Вы скажите, что у вас реально получилось сделать за всю вашу депутатскую деятельность? И над чем конкретно работаете сейчас? Реально получилось услышать каждого человека с его проблемой. И остались вопросы, которые – это объекты здравоохранения, которые входили в комплексную программу развития города. Это объекты реконструкции художественной школы под объект здравоохранения, стоматологическую поликлинику и вовлечение в хозяйственный оборот бывшего здания, в котором строился роддом. То есть вот это то, что и получилось, и над чем работаете. Хорошо. Депутат, помимо всего прочего, вы должны четко знать, наверное, какую-то особенность своего округа. Вот если говорить про нынешний ваш избирательный округ, вот в чем заключается его особенность? Его основная проблема, над которой нужно работать или которой нужно уделить особое внимание? Основная часть захватывает новый строящийся микрорайон. И, конечно, он захватывает социальную сферу. Это объекты в шаговой доступности, детский сад, школы и те же объекты здравоохранения. В том числе. А вообще с какими вопросами чаще всего к вам обращаются? Они тоже разные. Если в первых созывах, это частный сектор, это много вопросов было по содержанию дворовых участков, подъездные пути, работа, торговли, то в настоящее время это более основательное. Все-таки время диктует и свои вопросы. Это вопросы приватизации, налогообложения, отдельный вопрос идет содержание животных, уход за животными, бездомные животные, вот как бы ни казалось так интересно. С такими вопросами обращаются тоже к депутатам. И вопросы социальные, те семьи, которые низкий социальный уровень, оказание им помощи. Вы знаете, я считаю, что сегодня еще такие очень острые вопросы, которые вышли на первый план, это проблемы трудоустройства, демографическая ситуация, в частности проблемы трудоустройства. Или там задержка заработной платы. Вот к вам обращались или обращаются с такими вот проблемами люди? Беретесь вы помочь им? Значит, по задержке заработной платы не обращались, хотя всегда как бы этот вопрос стоит остро. Сегодня исполнительная власть на каждом совещании для руководителей основная задача ставится. Это первая своевременная выплата заработной платы. Но ко мне с такими вопросами не обращались. Здесь только парадокс. Вопросы трудоустройства, они, конечно, есть, и текущие мы их решаем. А вы беретесь, да, если человек приходит, ну вот все, попробовал, больше ничего не получается, помогите. Вот как вы можете помочь как депутату? Я обращаюсь в фонд социальной защиты и труда, так как я еще вхожу в состав работы наблюдательной комиссии. Вот этот вопрос берется на контроль. И, конечно, где-то и в личном, может быть, у нас в учреждении есть рабочие места. Ну и контакты налажены, да, с организациями, предприятиями города, что тоже немаловажно. И есть возможность, что называется... Есть возможность помочь. Помочь, да. Ну это здорово, да. Но я думаю, что еще вот все-таки вы представляете такую профессию, ну вот поэтому я думаю, что значительная часть обращений к вам все-таки это как к медицинскому работнику. Обращаются чаще всего, да, наверное? Безусловно. Хорошо. Вот, кстати, по этому поводу я хочу зачитать. У нас поступили по электронной почте вопросы, адресованные вам, и они как раз-таки к вам в большей степени относятся как к представителям медицинской службы. Итак, наверное, в Витебске по-другому. Но в Полоцке скорая помощь уже давно перестала быть скорой. Недавно пришлось ждать бригаду больше часа. Когда перезванивала на станцию скорой помощи, отвечали ждите, выехали и бросали трубку. За это время можно было два раза туда и обратно пешком сходить. Разве так можно? У человека давление зашкаливает, а ему говорят ждите, чего? Инсульта? Сначала хотела написать жалобу. Ну, наверное, накажут кого-то одного. А толку? Ведь это уже стало системой. Вот такой замечательный вопрос. Целый рассказ. Вопрос критический. Но что это системой, я не могу с этим согласиться. Почему? Потому что реорганизация скорой помощи, она привела к тому, что запись вызова всегда проходит. И поэтому, если есть какие-то замечания, и на начало рабочего дня руководитель, возглавляющий скорой, он всегда прослушивает записи. И если вдруг есть какие-то недоработки, организационно включается в коррекцию. Вызова бывают разные. Есть вызов экстренный, он обслуживается до 15 минут. И есть вызыва неотложные, до час и 15 минут. То есть час-15 минут. Да. И поэтому в зависимости, как приходит дифференцировка жалобы, вот от этого и зависит скорость обслуживания вызова. Хорошо. Ну, а в данном случае, ну, не соблюдены какие-то вот параметры у человека, он куда вот обратиться, пожаловаться? Есть такая возможность? Значит, здравоохранение у нас есть и прямые горячие линии к любому руководителю, к заведующему станции, скорой медицинской помощи. Как вы реагируете на такие обращения? И такие случаи, если они даже частные? Это есть основа нашей работы. То есть они рассматриваются, такие случаи. Следующий вопрос. Сегодня, наверное, тенденция такая ругать медиков. Но не всегда эти упреки безосновательны, к сожалению. Что-то не так в нашем здравоохранении? Что? Что с нашими медицинскими работниками? Может, что-то не так в самой системе отбора, подготовки специалистов этой важной профессии? Как вы считаете? Вот такой вопрос. Это вопрос важный. И он возник уже, скорее всего, раньше, давно. И мы уже подошли к этому вопросу решения. Наше учреждение является базовым для подготовки интернов. И чтобы повысить качество подготовки будущих врачей, у нас изменена система их подготовки. Сегодня интернов есть непосредственные руководители и есть общий руководитель. И уже начиная с первой половины их подготовки, мы их готовим как на будущее рабочее место. То есть есть теоретическая подготовка. Они знакомятся с учреждениями. Далее со всеми регламентирующими документами, которые определяют деятельность практического здравоохранения. И уже через преломление своего будущего места. И когда они приходят 1 августа уже работать врачом, они в принципе знают свои непосредственно должностные инструкции. Особенности той работы, которую будут выполнять. Светлана Владимировна, получается, что вы знаете об этой проблеме и об этой проблеме их занимаются. Значит, я думаю, что и вы слышали и обращения, и люди жаловались. Поэтому, наверное, это очень важный момент. Еще очень такой хороший вопрос. Я не смогла его обойти вниманием. Светлана Владимировна, может, это ваша бывшая коллега к вам обращается. Может, нужно что-то делать, чтобы поднять престиж профессии? Может, сейчас пришло это время? Как вы считаете? Среди населения престиж профессии высок. Сегодня врач перед профессионалом всегда преклоняется. И возможности стать профессионалом очень высоки. Но есть глубинный вопрос, который затрагивает. Сегодня не только базовые знания должны быть, основные знания при поступлении. А все-таки должны быть элементы профпригодности. Это милосердие, сострадание, жить с болью. В любой момент приходить на помощь. Когда будет элемент этой профотбора, все тогда. То есть подготовка. Все будет иметь конечную точку. Служить пациенту. Очень хочется спросить, когда это будет. То есть сейчас все-таки работает над этим. Мы вносим предложение. Когда у нас спрашивают, что мы видим в системе подготовки. Мы не остаемся в стороне. Мы всегда это озвучиваем. Мы на секундочку прервемся. Я должна напомнить, что, уважаемые телезрители, вы смотрите нашу постоянную программу «Прямая линия». И сегодня у нас в гостях на наши вопросы отвечает депутат от Полоцкого Центрального избирательного округа номер 25 Светлана Владимировна Одинцова, заместитель главного врача по ампуляторно-поликлинической работе Государственного учреждения здравоохранения Полоцкая Центральная городская больница. Вы можете задать вопрос участницам нашей программы по электронной почте, я сейчас на ваших экранах, или по телефону 428368, код города Полоцка 8021-0214. Так что звоните, пишите, спрашивайте. Мы обязательно рассмотрим каждое ваше обращение. Ну а мы продолжим наш разговор. Руководители всех уровней и ваши коллеги по депутатскому корпусу отмечают, что сегодня обращений стало значительно меньше. А из тех обращений, которые все-таки есть, львиная доля, это такие вопросы, которые не решаются, наверное, уже десятилетиями, даже не годами. Это проблемы работы службы ЖКХ, это ремонт дорог и так далее. Вот как вы думаете, что у нас здесь не так? Почему годами не решаются эти проблемы? Они решаются, вопросы. Единственное, что текущее, решив вопрос, уже необходимо каждой службе свой вопрос довести до окончательного решения. И выполнять не только во время обращения, а текущее, чтобы видели эти вопросы те, кто этим занимается. Они все на поверхности. Просто, наверное, еще идет время, и поступают новые и новые обращения, а тема такая животрепещущая. Хорошо. Мне очень тоже интересно, когда мы представляли вас и, скажем, все ваши регалии, вы являетесь делегатом второго, третьего, четвертого и пятого Всебелорусского народного собрания. В чем заключается ваша работа как делегата? Что это такое, ваша роль, функции? Функция. Это первое. Те вопросы, которые практически существуют, принести их на это собрание. Там работают определенные... То есть вы можете поднять на республиканском уровне вопросы своего региона. То есть у вас есть такая возможность как делегата. И втором важный момент, когда мы слушаем непосредственно основной доклад, основные задачи, которые ставятся перед каждой системой, в частности перед здравоохранением. Мы это прослушали и как бы окреленные поставленными задачами, мы должны их привести, эти задачи, свои коллективы, понимая сам и ведя за собой коллектив. В частности, в здравоохранении на пятом Всебелорусском основной стоял вопрос, это повышение качества жизни человека и улучшение демографических показателей. Поэтому повышение доступности и качества медицинской помощи, повышение продолжительности жизни населения, это является основой работы здравоохранения. И, конечно, задачи систематизированы. Это первое, что сегодня каждый житель республики должен на любом уровне получить медицинскую помощь. И высокие технологии уже должны дойти до определенных регионов, в частности до областных. Поэтому это еще раз подчеркивается социальная защита каждым жителям нашей республики. Но о здравоохранении, конкретизируя вопрос, все-таки развитие общеврачебной практики. Когда врач от рождения ребеночка видит, наблюдает всю семью, и качество труда его будет выше. Это уже не пациент, это как родной человек. Работа в команде помощник врача, врач, медицинская сестра. Для того, чтобы освободить врача от рутинной работы, а сосредоточиться на важных вопросах для пациента, для сложного пациента. И все-таки врач. Я понимаю, что это тема, которая вам и понятна, и близка, и очень животрепещущая. И электронный рецепт, электронная амбулаторная карта, которая позволит быстро, оперативно получать информацию, решать вопросы. И, конечно, то время, которое будет освобождаться, оно пойдет на реальную работу с пациентом, с его проблемами. Уже непосредственно, что за работу с человеком. И, конечно, вот с пятого всебелорусского поставлена задача в строящихся новых микрорайонах создавать учреждения здравоохранения. Для меня этот вопрос очень близок. У нас новый микрорайон-аэродром, и там нет медицинского учреждения. И, конечно, я как дело и депутата строительства новой поликлиники. И что? То есть перспектива есть? Мы будем просто этим вопросом заниматься. Пока заниматься. Ну, тоже очень важно, что, во всяком случае, это уже стало вопросом, который рассматривают. Это тоже очень мало важно. Вы знаете, другое неинтересно. А как вы совмещаете депутатскую деятельность? И вот эту работу, это ведь тоже большой объем, большой фронт работы и ответственность быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Вот как вы это совмещаете? Не мешает это одно другому? Это дополняет. Это дополняет, зная медицинские вопросы, работая с людьми. И, видя их проблемы социального характера, это все переплетается. Хорошо. Ну, еще при всем, при той просто невозможной загрузке, вы еще входите в постоянную комиссию в Государственном совете депутатов. Это комиссия по социальным вопросам. Вы скажите мне, пожалуйста, а вопросы здравоохранения вот эта комиссия рассматривает? Рассматривает. В частности, как случаи по регионам, систему развития здравоохранения, так и вопросы территориальные программы, государственные, социальные стандарты. Есть как общемасштабные, так и в частном порядке. Конкретно комиссия называется постоянная комиссия по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи. А скажите, какие-то приоритеты в работе этой комиссии есть, или это такие социально значимые вопросы, рассматриваются на определенном уровне, кто, скажем, более требовательно смог предъявить какие-то поставить свои вопросы? Нет, есть плановая работа, есть план работы комиссии, который выполняется, и уже частные вопросы, это те, которые депутаты вносят вопросы и их рассматривают. А вот хорошо, вот как депутату, опять же, представляющий Полоцкий район, у вас есть возможность на областном уровне воспользоваться вот этой возможностью, на областном уровне продвинуть решение именно своего вопроса, вопроса своего округа, проблемы решения? Безусловно. Получается? И особенно это идет в ноябре, декабре, когда составляется бюджет на последующие года, когда озвучиваешь самые наболевшие вопросы, которые требуют финансового подкрепления, и, конечно, на областном уровне, чтобы этот вопрос увидели и помогли в его решении. То есть тоже вот такая, скажем, возможность реально помогать своему округу, это тоже, по-моему, замечательно. Хорошо, ну а в работе комиссии, опять же, рассматривая вот такие вопросы и темы здравоохранения, вот как вы в целом, как представитель этой службы, оцениваете вот, ну, сегодняшнюю ситуацию в здравоохранении? И какой вопрос или проблему вы считаете наиболее сегодня острой в этой сфере? Сегодня в здравоохранение вложено очень много, очень крепкая материально-техническая база, освоены высокие технологии, укомплектовано с кадрами, решение кадрового вопроса. И поэтому сегодня есть один вопрос, это повышение качества оказания медицинской помощи, чтобы сегодня каждый находящийся, работающий понимал это. Хорошо, в данном случае, а частные вопросы? Вот, если есть такие обращения, вот, когда действительно вы без поддержки или помощи, вот, на более высоком уровне не обойдетесь своими силами, что называется, не справиться, вы можете поднять вот частные вопросы, вот, на областном уровне? Приходилось ли вам? Приходилось. Конкретно, конкретного человека, проблему решать конкретного человека на областном уровне? Да, да. То есть есть и такие случаи? А какой? Другого пути не может быть, потому что вопрос нужно решить. Хорошо, ну вот, опять же, если мы говорим о депутатской деятельности, вот, по-вашему, какими, вообще, что нужно для того, чтобы быть депутатом? Каким должен депутат? Вот, вот, как вы сами даете определение? В чем основная задача, функция депутата заключается? Любить человека и жить для человека. И все. То есть вот так, да? Да. Хорошо. Ну, а при, опять же, той нагрузке, вот, какая форма у вас работы со своими избирателями? Ведь у вас действительно работа отнимает и много времени, и сил. Вот как вы работаете? Это встреча в коллективах. То есть вы выезжаете в коллективы? Да, встреча в коллективах, потому что и в коллективах и медицинских работников. Почему? Потому что сегодня каждый медицинский работник, и он же является твоим избирателем, он и в домашней обстановке будет обсуждать вопросы, которые доносит до него депутат. Вот, прием граждан и участие в городских, в решении городских вопросов, городских мероприятий, которые проводятся на территории города. А прием граждан я веду в отдельно выделенном кабинете у себя в поликлинике. То есть у вас есть и график приема, и адрес, конкретно где вы проводите встречи со своими избирателями? Это Полоцкая центральная городская поликлиника, организационно-методический кабинет, номер 69, первый этаж. Мы всегда ждем своих избирателей для решения их вопросов. Скажем так, вот депутатский мандат, что лично вам это дает? У вас стало больше полномочий, вы получаете добавку к заработной плате, имеете какие-то льготы. Вот скажите, что вам дает депутатская работа? Значит, все вышеперечисленное нет, единственное, дополнительные заботы и проблемы, которые есть, и нужно решать. А хорошо, ну а как вот находить, вот все равно приоритет должен быть, да, вот своя основная работа и работа с избирателями. Вы говорите, что вы ездите по предприятиям, организациям. В данном случае это в свободное от работы время? Это в свободное от работы время. Это начинается после 17.00. Хорошо, но опять же, депутатские права, депутатские обязанности. Вот полномочий у вас больше стало? Какие полномочий у вас есть? Их достаточно для того, чтобы решать какие-то реальные серьезные проблемы? Достаточно. В общем-то, взаимодействие с руководителями всех организаций, это позволяет, в общем-то, решить все вопросы или, по крайней мере, выйти на путь их решения. Потому что есть вопросы, которые долгосрочные. Они для человека являются частным, наболевшись, но нет возможности решить. И, конечно, подключается все хотя бы что-то минимизировать в решении данного вопроса. И в памяти всегда остается тот, чей вопрос решился, например, на 30%. И пройдя год-два, ты вспоминаешь, что сегодня у тебя эти возможности есть больше решений. Уже есть, да. И ты возвращаешься. Находя, ты возвращаешься снова к своему избирателю. А вот скажите, когда к вам люди обратились с какой-то просьбой, взялись помогать, скажите, вы отслеживаете, как идет эта работа? То есть есть ли какой-то срок, чтобы человек получил ответ или чтобы его проблема была решена в определенности? Согласно всех регламентирующих документов по работе с обращениями граждан. А вот результат отследить. Я в своей практической деятельности, конечно, стараюсь увидеть своими глазами, что этот вопрос решен. Почему? Потому что это доверие избирателя. Если мы сказали сегодня, мы решили, а вопрос решен половинчато, это как и для избирателя плохо, так и для депутата. Хорошо. И опять же, лично для вас, ваше определение. Вот скажите, для вас депутатская деятельность. Это работа или это все-таки жизненная позиция, какая-то необходимость? Откуда это берется? Вас же никто не заставляет. Это образ жизни и жизненная позиция. То есть трудно быть равнодушным. Мне остается рассказать, наше время подходит к концу. И я просто счастлива, что у нас была возможность пообщаться с вами. Потому что, знаете, это здорово, когда у нас есть такие неравнодушные, скажем, инициативные люди, которые готовы прийти на помощь. Это все-таки и жить радостнее и проще. Так что спасибо вам за вашу работу. Она действительно очень нужная. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам за участие в нашей программе. Удачи, успехов, терпений и сил. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что встретимся мы в рамках программы «Прямая линия» ровно через неделю. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь с нами. До встречи. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова